Ну что же, а сейчас давайте обратимся к новозаветной части развития истории Божьего замысла, Миссио Дэй. И первая подтема – жертва, жертва и Новый Завет. Ибо во Христе мы видим страждущего раба Господня из четырех песней Исаии. Его фигура появляется и действует в истории человечества. И не только это, именно на нее указывает Пасха. Для начала предлагаю исследовать вопрос о рабе Господнем. По словам евангелиста, в Иисусе исполнилось реченное в книге пророка Исаии 53-4. Я говорю о евангелисте Матфея. Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи с 14 по 17. Его Евангелие, более чем все остальные еврейское по своему характеру, содержит огромное количество прямых указаний на Ветхий Завет, показывая связь служения Христа с ветхозаветным упованием Израиля. Итак, вот что мы читаем в Евангелии от Матфея, 8 главе, стихах с 14 по 17. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели много бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Досбудется реченое через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Данный текст содержит прямое указание на Исаию 53,4, по мере того, как Евангелист перечисляет совершенные Христом чудеса, исцеление больных и так далее, в совокупности со служением раба Господня. И здесь, конечно, важно помнить, что в данном контексте, историко-культурном контексте I века, исцеление от болезни означало возобновление нормальной общинной жизни, восстановление полноценности, нормальных взаимоотношений внутри общины. Это было чем-то большим, чем излечивание от того или иного недуга. Исцеление было феноменом медико-социальным. Но о том, что Иисус был той самой фигурой, свидетельствует не только Евангелист. Об этом говорит и сам Иисус. Образ страждущего раба Господня из Исаии 53 и отчасти 52 воплощен в нем. Теперь давайте откроем Евангелие от Луки, 22 главу. Луки 22, 31-37. Луки 22, стихи с 31 по 37. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему, Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Петр всегда в первых рядах. Но он сказал, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал он, когда я посылал вас без мешка, без сумы, без обуви, имели ли вы в чем-то недостаток? Они отвечали ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному. И к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольно. В разрезе нашего обсуждения интересно то, что Иисус увидел в Исаии 53, 12, а именно то самое утверждение, которое в нем и совершилось, то, что говорилось о нем. Итак, это не интерпретация слов Евангелиста Матфея, это слова самого Христа. Та мысль, которая также зафиксирована и одним из апостолов. Давайте откроем послание Петра. Первое послание Петра, главу 2. Первое Петра, вторая глава. Стихи с 21 по 24. К вопросу о том, как слуги должны относиться к своим господам, причем не всегда справедливым, честным, добродушным и вежливым. «Ибо вы к тому призваны», пишет Петр, «потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословен, не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Существенная часть из того, о чем мы читали в Исаии 53, согласно Петру, находит свое воплощение во Христе. Он и есть тот самый раб Господень, и одновременно агнец Божий. Именно так его называет Иоанн Креститель, в Иоанна 1, стихах 29 и 36. Помните, что он говорит, когда видит идущего к нему Иисуса? «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И опять-таки, помещая текст в контекст непосредственной главы и всей книги, мы обнаруживаем, что, согласно дальнейшему повествованию Иоанна об Иисусе, распятие Христа происходит во время заклания пасхального агнца. В жертву был бы принесен агнец. Давайте откроем Иоанна 13, стих 1. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Итак, «Перед праздником Пасхи». Глава 18, стих 28, уже не 13, 1, а 18, 28. «От Каиафы повели Иисуса в приторию». Было утро. «И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». То есть это было перед Пасхой. Стих 39. И это слова Пилата. «Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху». Хотите ли? Отпущу вам царя иудейского. Далее глава 19, стих 14. «Тогда была пятница перед Пасхой». И час шестый. Стих 31. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была День Великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». И далее 42 стих, он касается погребения Христа. «Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко». Очевидно, что это была пятница перед Пасхой, День приготовления. В этот день должен был быть заклан пасхальный агнец. Совершенно не случайно это перекликается со словами Иоанна Крестителя. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Хотя даже в этой взаимосвязи, в том, что говорит Иоанн Креститель, можно услышать отзвук Исхода 12. Похоже, прав Ховард Маршалл, исследователь Нового Завета, в том, что календарь праздников в первом веке у евреев не был общепринятым. У разных представителей еврейского народа эти даты варьировали. Согласно синоптическим Евангелиям, Иисус умер на Пасху, тогда как здесь это пятница перед Пасхой, то есть День приготовления. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...